Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дранко Прикорном. Вот я упаковал здесь свою звуковуху, свой микрофон. Да, у меня нету двойной петлички, поэтому будет вот такой вот сетап. Не сказал бы, что дешёвый, но покупать двойную петличку я пока не намерен. И... Хозяин готов! Ладно, хозяин уже ждёт, поэтому не затягиваем. И добро пожаловать на интервью. Сегодня у нас такой необычный формат, мы с вами нашли хозяина. Да, как-то так вот. Приветствую вас, дамы и господа. Вот, да, так вот. Нету у меня двойной петлички, к сожалению, вот нищеброд, поэтому небольшое интервью сегодня у нас будет. Ну, давайте начнём сразу к делу. Слушай, как вообще тебе пришла идея снимать на ретро-то? Ну, дело было так, как-то давно я сам как-то смотрел ещё каналы. У меня тоже был канал. Ну, он у меня был на корпуса компьютерные. Но я ещё также ретро увлекался, вот смотрел всякие каналы типа Max Power, там разные обзоры. Вот когда начал обзоры смотреть, вот понял, ну, тоже захотелось снять, но понял, что там чего-то не хватает, блин. Как-то уныло это всё смотреть, как-то добавить свои изюминки. Ну, вначале снял первый обзор, по-моему, Магист Рыкс, что ли, был у меня такой обзор. Ну, там заумно, заумно я ещё на нём только тренировался как-то. И потом у меня же как-то пошло, поехало уже, начал просто фигнёй страдать. Это не я придумал, это ещё придумали телемагазины в своё время развлекать. Понятно. Так, ну, вопрос вот у меня следующий был, почему новоделы, ну, это уже, в принципе, ответили на этот вопрос. А вот такой, PAL или НТСЦ, во что вообще больше нравится самому-то? Ну, если бы говорить про Сегу, то PAL в 60. А если про Dendy, НТСЦ, конечно. А так вообще, вот, любимая Сега или Dendy, что больше подходит? Сложный вопрос, конечно. Больше всего, конечно, провёл за Dendy в детстве, потому что на Сегу у меня всего год был, меня потом в армию забрали. Вот. Честно сказать, лучше Сега, конечно. Так, ну, любимая игра, думаю, многие, кто смотрит тебя уже знают, но, тем не менее, любимая игра на обоих этих вот системах. Ну, если говорить про Dendy, это, конечно же, Утина Истории 2. Ну, хоть я и Герзи Интеллигент там люблю, но больше, конечно, Утина Истории 2. А на Сеге, ой, блин, даже трудно. Скорее всего, Соник 3 я больше отдам предпочтение. Так, отлично. Ну, и какие у нас тут ещё вопросы-то? Ну, вот, допустим, последний, вот автофокус твой вот этот, вечно скачущий, это как, случайно получилось у тебя или это специально продуманная фишка заранее? Давай ты фокусируйся. Нет, это получилось абсолютно случайно. Короче говоря, у меня ещё, я снимал на Alcatel, у меня телефон был такой, и он фокусируйся, я как-то одно время не передавал, он передавал, но просто меня потом это достало уже просто. Я всё, я уже начал просто на камеру это говорить, не замечать, в итоге так и приелось. И вот до сих пор, вот мой телефон, А23 Samsung, на который я снимаю. Мы тоже на Samsung снимаем, мы тоже на ровно. И он тоже не фокусируется на ровно. Так, ну, видимо, да, уже даже производители телефонов тебя как-то знают, то, что тебе надо. А вообще, паять в твоих роликах ты много чего исправляешь. Это научился в детстве или как-то специально к этому шёл именно с новоделами, это пришло? Ну, нет, у меня, к сожалению, детство было особо без игрушек, и как-то отец у меня тоже радиолюбитель, ну, там все в то время занимались этим. Вместо игрушек заставлял паяльник держать, учить паять. И так с шести лет я паяю до сих пор. Понятно. Ну, а вообще, вот, последний, наверное, вопрос, так как, да, ну, вот всё, что есть, как бы, чтобы не задерживать человека, вот, дранка прикорно. Ну, почему такой, собственно, ник? Ну, если не почему, то можешь и так ответить. А я просто отвечу, я не помню уже, как это получилось, блин, не помню уже, просто хотел что-то оригинальное придумать и всё. Ну, вот видите, вот и человек, он живой, он не только отражение в мониторе. Сегодня у меня есть тут два картриджа, это новодельный Дракула на Сегу, и, к сожалению, я прошляпил, это не утиные истории, любимая игра, хозяина вторые, а первые утиные истории. Но он нам их подпишет, и кому-нибудь из вас в каком-нибудь ролике мы один из этих картриджей разыграем. Пока я не знаю, каким способом, может быть, хозяин сам решит, но, тем не менее, вот сейчас в кадре он нам их подпишет, и мы потом кому-нибудь из вас отправим. Поэтому всем спасибо за просмотр, какие ещё вопросы будут, вы пишите. Правда, он вряд ли уже на них ответит, это был такой небольшой эксклюзив. Всем пока, удачи. Всё, пока. Ну что, как вам такой формат роликов? Ну вот, есть интересные личности, да, не всё же смотреть на всяких там популярных, каких-то известных блогеров. Мы за андеграунд, мы за своих, так сказать, не знаю, однополчан, да, в этом деле, новоделов, в поисках хороших каких-то там консолей, и не очень. В основном, конечно же, не очень. Поэтому просьба оценить это видео лайком, подписаться на мой канал, на канал Drunk Capricorn, и ждём от вас тёплых слов. Ну, а если вам не понравилось это интервью, то что ж поделать? Ну, я получил кайф. Всем спасибо. Пока. Ну ты это безумка, блин. А чё, я записывал в тот раз, или я не записывал? Да, похуй. Короче, записал, не записал, так расписывал, ладно. Писал, писал на камеру, а я не кое-что. Нет, это... Субтитры сделал DimaTorzok